Святочный брат у гонор святого Миколая Цудотворца, тей летнего Миколу, прошел вез и заходы школского района. Тут теперь будуется пригожая церква у гонор этого святого. Православные лечат Миколая старейшим среди всех святых и особенно милосливым. У гонор его называют дети и будуют церквы. Новая церква на Шковшине открыется этим летом. Хотелось бы в августе, конечно, сдать, чтобы люди уже начали ходить на службы, которые будут проводить священник здесь наш. Церкву у гонор святого Миколая в Шкловском районе, где злились заходы иудакимовичей, начали будовать в летом лепени. Будовля дарыча интернациональная. Продзуют молдаване, белорусы, званы дослали россияне. Такой алгульной славянской толокой менее чем за год поставили два пригожие дравляные будинки, саму церкву и званицу. Причем яны узведены на месте, где уже колись была церква. Раньше называлась она Ильинская. И всегда были кермаши на праздник Ильи. Люди собирались со всех деревень, приезжали, что-то меняли, что-то покупали, что-то делали. И, естественно, ходили в храм и благодарили Бога за все, что есть. Ту Ильинскую церкву знищили за советским часом. Потом тут была школа, а вот сяпер на самом узгорку, який добра бачный заутотрасы, новая церква Миколая Цудатворцы. Минавито у гонора гэтага святога пожадал узвести храм шкалаучанин Миколай Грышкун и выдатка у нагыта своей сродки. Я пришла и просто замиранием духа смотрела на величие этого здания. И очень еще раз хочу поблагодарить от имени всех, кто здесь присутствует, что мы наконец-то имеем такое величественное здание – храм. У храма, где ближайшим часом пошнется работа над внутренним убраньем, утульно пахнет хвои, а вось образок по культурке один – Миколая Цудатворцы. Святой очень великий, очень почитаемый в народе. Вы сами видите, что народ всегда его почитает. Сегодня во все храмы богослужения всегда много народу на этот праздник. И поэтому действительно это очень благое дело, не только какое-то личное, но это дело общественное, не только для себя, как поэзии, но это дело, что самое главное, что человек ставит в основу этого процесса, это то, что храм строится для людей. Людей, которые пришли отзначить День Святуха Миколая, у першиню запросили зайти у храм. Служба короткая, а левясковцы упрышли в шмак. Тем более, что у мясовой сельской господарцы прадраджение церквы марли десяток годов. Места намоленные. Думаю, что Бог будет нам помогать тоже. Все эти убирать. Все эти убирать, да. В новой церквах это и новая мясовая салавутость, где будут споняться вандровники и доброе место для всех селян. Будут видеться в храме так, что в деревне. Сидят в своих домиках, никуда ничего. А так, посещая храм, видят друг друга, молиться в храме, и появится и добро, и добро будет. Ну а на летних Миколу мясцовый народ просил для себя и для людей мира и здоровья. Илона Иванова, Александр Тарасов. Новины региона.